Многие батюшки говорят не то, что в уста, а то, что из уст. Верно? Верно. Не входящий в уста скверняет человек, а исходящий из уст. Это сказал Иисус Христос. В Евангелии об этом прямо написано. Это абсолютно верно. Но Иисус Христос сказал другие вещи. Например, когда Он изгнал беса из человека, и Его ученики спросили, почему мы не могли изгнать? Он сказал, что сей род изгоняется только молитвой и постом. И когда самого Иисуса Христа упрекали в том, что Его ученики не постятся, но апостолы, Он отвечал, что разве могут поститься сыны чертога брачного, пока с ними жених? То есть, Он так иносказательно намекает на то, что Он как жених, а его апостолы – сыны чертога брачного. Такую параллель проводит. Когда отнимется от них жених, тогда будут поститься. А кроме того, сам Иисус Христос постился. И очень крепко. Хотя уж Он-то не имел нужды в посте, а постился. Так что, конечно, не входящий в Уста скверня человека, а исходящий из уст, Но это ни в коем случае не отменяет необходимости поста. Новости? Ну, новости такие. У меня, во-первых, блог заработал. Это новость. Видеоблог. Адрес киберпоп.ру. Это новость. А во-вторых, воскресная школа дистанционная заработала. Адрес воскресная.ру. Это большие новости. Спасибо. Крым присоединили. Да, это тоже новость. Но по сравнению с теми двумя, которые я озвучил, это так. Да, ещё Крым присоединили. Да, проект запустили. Правда, он ещё на живую до ума доводит. То есть там нерешённые проблемы есть, какие-то ошибки в верстке. Выползает то одна, то другая, то третья. Ну, в принципе, всё работает. Да. Процесс начался. Крым присоединили к РПЦ. Ну почему? К России. Вообще к России. Я знаю, что вы тоже транслируете. А чего вы никогда не пригласите меня в свою трансляцию? Я пришёл, с вами пообщался бы. Я в чате, а вы уже перед камерой. Мне было бы интересно. Вот как раз я и послушаю. А я не обязательно буду обозначаться, что я пришёл. Я по-тихому посижу. Подписали Крыму. А 18 марта празднует праздник святителя Луки Крымского. Это символично? Я думаю, да. Я думаю, это совпадение с точки зрения человеческой логики случайное. Но сознание верующих людей говорит, что ничего случайного не бывает. Это промыслительно. И с молитвами, наверное, святителя Луки, воина Есенецкого, как-то всё это таким вот образом сложилось. Я думаю, что это, конечно, символично. Ну, где народ? Вроде бы в трансляции есть люди, но вопросов никаких не задают. Тем для рассуждений тоже не предлагают. Крым у нас про запас и вообще политика. Можно ли есть горький шоколад во время поста? Ведь хороший не может быть горьким. Что? Может быть горьким, хорошее. Всё хорошо. И горький шоколад тоже хорошо. Мы едим шоколад во время поста. Ну, так сказать, не совсем с утра до вечера едим. Но бывает, что позволяем себе такое лакомство. Кто-то вообще на это спокойно смотрит, кто-то нет, кто-то воздерживается. Вообще постятся все по-разному. Каждый в меру свою постится. Кто-то построже, кто-то помягче. По-разному. Каждый перед своим господом постится, образно выражаясь. И сам знает, как ему. Люди разные есть в том смысле, что и здоровье разное, и духовное состояние человека разное бывает. Опыт духовный разный. Кто-то много-много лет уже постится и знает, и всё это для него не в первый раз. Там свои искушения. Кто-то в первый раз, или во второй, или в третий, там свои искушения. По-разному все это переживаются. Поэтому такого единого стандарта есть ориентировочный только, что касается телесного поста. В смысле воздержания от еды определенного рода. А так, каждый по мере своих сил, по мере своей совести, как ему подсказывает его сердце поститься. Я сторонник того, чтобы человек в принципе постился, чтобы у него было воздержание. Некоторые устраивают для себя такой пост, скажем, начало поста и конец. Они соберутся строго, а середина провальная. То есть пять недель провальная, а начало и конец там соберутся. Но я не думаю, что это правильно. Мне кажется, что лучше пусть это будет легкий пост, но все семь недель, чем строгий, но начало и конец. Соборование. О, на завтра, кстати, будет. Что нужно перед этим? Тут, знаете, на вкус и цвет, что называется. Можно вообще ничего. Соборваются обычно люди в связи с болезнью. Если человек заболел, он может попросить, чтобы его пособорвали. Ну а когда у человека болезнь, то какая тут может быть подготовка? То есть это может быть болезнь внезапная, тяжелая болезнь. Может, с температурой вообще лежачий человек не встает, лежит под капельницей. Какая тут может быть подготовка? Никакой подготовки. А если человек просто так решил, то тут можно и попаститься, и исповедоваться. Тут все что угодно можно сделать. Просто молитвенно даже настроиться. Каких отцов читать духовным младенцем какие книги? А! Каких отцов читать духовным младенцем какие книги? Хороший вопрос. Что-то такое легкое для чтения. Поисий Святогорец очень хорошо. Для начинающих людей, мне кажется, очень хорошо будет. Такое незамысловатое все, так просто, но так душевно. Ну, пожалуй, я только ограничусь этим ответом. Что-то мне в голову просто не лезет больше ничего. Остальные много очень серьезной литературы. Этого у нас сколько угодно. Глубокое размышление, богословие, философия, Боже мой, сколько угодно. Но она вся такая именно тяжеленькая. Родственники в Украине очень негативно после всего случившегося относятся к России. Ну, что и следовало доказать. Мы сейчас находимся с вами в состоянии… Вот это все происходит, вот эти все вещи. А Большое видится на расстоянии. И вот то, что сейчас происходит, мы сможем оценить только спустя некоторое время, когда осыпется весь, так сказать, лоск всего происшедшего, когда наступит какое-то отрезвление от вот этого всего. Потому что сейчас здраво рассуждать… Владимир Владимирович вчера выступал перед собранием и приводил цифры, что 83% россиян считают, что нужно защищать интересы русских, невзирая на то, что это осложнит наши взаимоотношения с иностранными государствами. Девяносто с лишним процентов еще считают, что нужно Крым присоединять. Ну, в общем, какие-то такие высокие цифры, высокие показатели. Но это все, пока гром не грянул, что называется. Пока тут все живо, и мы тут вспомнили наше недалекое прошлое, что мы мощная держава, тут какая-то ностальгия такая началась, что вот, почувствовали, что нация объединяется, почувствовали что-то положительное. Но эти чувства мигом улетучатся, когда мы столкнемся с реальными какими-то трудностями, которые неминуемо последуют. Может быть, они не завтра наступят, может быть, они наступят через полгода, через год, но они все равно придут. И то, за что мы сегодня хвалим и президента, и правительство, и всех, и всех, и всех, как бы не получилось, что завтра мы их же за это же самое будем все дружно и ругать. Точно также похожая ситуация была с избранием патриарха Московского в Сеарусике. И вот то же самое, когда избрали, я помню, сколько было восторгов, сколько было хвалебных слов сказано людьми. И вот в этом хоре голосов, если кто-то что-то там пытался пропищать, что, извините, пожалуйста, но все не так однозначно. О, тут улюлюканье такое поднималось, его рукой махали. Да ты что, ты не понимаешь? Этот человек выглядел каким-то средневековым злодеем, который против прогресса, против чего-то светлого будущего какого-то. Где вся эта пафосная риторика сейчас? Сейчас слышно совершенно противоположные вещи. Правил хорошего тона ругать святейшего патриарха на просторах интернета сколько угодно об этом. А если начинаешь где-то что-то заступаться, то опять улюлюканье, свист, и все в твой адрес идет. Опять ты выглядишь неизвестно кем в глазах людей. То же самое будет и с этой историей. Но факт состоялся, назад его уже не отмотаешь. Мы реально сейчас с вами живем, переживаем очень значимый исторический момент. Это реально переживаем. Многое заботится из того, что было у нас вчера, позавчера. В прошлом году не вспомнится все это, какие-то фрагменты малозначимые. А вот это вот, в февраль, или, вернее, март 2014 года, это войдет в учебники. Эту дату будут учить будущие школьники, как некий важный какой-то момент. Что дальше последует? Не знаю. Собственно, стоит ли продолжать еще эту тему развивать, об этом говорить? Не знаю. Мы оказались в ситуации, когда действительно нельзя было поступить как-то по-другому. Я, например, со своей колокольни другого не вижу развития событий. Может быть, в политике как-то люди, знающие, более разбирающиеся в таких вещах, они сказали, что сегодня нужно было по-другому поступить. Может быть, они видят другое какое-то решение. Я, например, не вижу, потому что объективно как по-другому можно было поступить. Я не знаю. Обязательно ли исповедоваться каждую неделю в каждое воскресенье? Я вам так скажу, что на данном этапе существования Русской Православной Церкви это, вроде как, обязательно. Хотя нигде никакими канонами это не закреплено, правилами официальными это не подтверждено, но практика такова, что по факту считается, что это обязательно. А практика у нас, знаете, тоже имеет такую силу очень серьезную. То есть, то, что сложилось десятилетиями и даже столетиями, вот такая практика, она закрепилась, и что-то изменить ее это очень сложно, даже когда это не прописано никакими нормами, канонами. Но практика такая. В практике это так происходит. Хотя мнения бывают разные на этот счет. И я знаю священников, которые склоняются, по крайней мере, к тому, что совершенно это не обязательно исповедиться каждую неделю. Нужно исповедиться по мере необходимости несколько раз в год. А так причащаться можно даже и без исповеди. Даже такие мнения высказываются. Но пока на практике, где это осуществляется, я не знаю. Возможно, в каком-то обозримом будущем мы придем к этому. Но пока это не так. Я тоже живу в Украине. Что делает Путин? Это фашизм. Чем бы он это не оправдывал? У меня родной язык русский и живу на Восточной Украине, но тирана диктаторов не переношу. Ну, вот видите, такое мнение. С Украины человек. Пожалуйста. А вот Вы скажите, пожалуйста, там, в Восточной Украине. Только не субъективно, а объективно. Как Вас в основном люди относятся? Как они воспринимают? Объективно это так. То, что можем оценить спустя время, это удобная позиция, а люди могут погибнуть намного раньше. Конечно, в этом-то и трагедия, что решение нужно принимать здесь и сейчас. А разобраться во всем можно будет только спустя какое-то время. И поэтому в этом-то и сложность как раз. Почему некоторые политики в некоторые времена считались гениальными политиками? Потому что чутьем как-то они чувствовали правильное решение. Хотя их современники, их окружение не вполне понимали, что происходит. То есть есть определенная интуиция какая-то. Гениально просто люди поступали. Нам бы сейчас вот такого политика, который вот так гениально мог бы правильные решения какие-то принять. Потому что когда ты находишься внутри, в гуще событий, сориентироваться очень сложно. В этом-то и трагедия. Люди могут погибнуть намного раньше, а решение, значит, надо принимать сейчас. Крым был российский раньше и стал российский. Что тут плохого? Плохого в механизме, как все это произошло. То есть то, что референдум был, это все хорошо, это плюс. Но в какой момент это произошло и как это все произошло, вот что плохо. Сейчас начинаются ссылки на то, что нужно было что-то ратифицировать. Они ратифицировали, что вроде как Россия чуть ли не подарила Крым, а теперь она его обратно взяла. А чего же раньше-то молчали? Чего же год назад об этом не говорили? Знаете, в такой момент просто это сделали, когда сейчас можно Россию обвинять в чем угодно. Я сейчас не говорю о том, что присоединение Крыма – это плохо, я об этом не говорю. Но я говорю о том, что последствия могут быть очень негативные, а могут быть и позитивные. Сейчас сложно об этом говорить, судите. Да, да, пусть политикой занимаются. Друзья мои, действительно, я могу высказывать только свое, очень узкое мнение. У меня кругозор в этом отношении очень неширок. Потому что я вообще не знаю Украину, вообще не знаю. Я там даже ни разу не был, я понятия не имею, что там происходит, реальность ситуации, я не знаю. Для меня это… Извиняюсь, сейчас я отвечу. На завтра мероприятие созваниваются, все ли в силе, все ли нормально все. Да, 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 насчет политики, да, друзья мои, давайте закроем эту тему. Сейчас такой эмоциональный, патриотический подъем, колоссальный. Дай Бог, чтобы это все закончилось хорошо. Но я с ужасом ставлю себя на место украинцев, как они могут сейчас воспринимать то, что Крым у них отобрали. Понимаете? Что бы там ни говорили, про подарки Хрущева, про то, что там в 93-94 годах, что там должны были ратифицировать, не ратифицировали. И, в общем-то, постфактум уже считается, что Крым – это Украина, на самом деле, это исконно российская земля. Что бы там ни говорили. Представьте себе, я себя на место украинцев ставлю. Я думаю, что всем им больно, всем, даже те, которые пророссийски настроены, им неприятно, что Крым у них отрезали. И при этом сказали, что все, ребята, о присоединении других областей речи быть не может. Так что я понимаю их возмущение, их негодование. Давайте закроем эту тему, потому что ничего более конкретного я сказать не смогу. Несколько раз Никита Михалков зачитывал классиков. То Достоевского зачитывал и Ивана Ильина, нашего философа. То потом зачитывал письмо с Харькова, по-моему, и еще что-то. То есть там буквально три передачи, он что-то там зачитал. Думаю, тут тоже можно вам что-нибудь зачитать такое. Ну, зачем это нужно? Политика – это дело такое, спорное. Сейчас это так выглядит, через какое-то время будет по-другому выглядеть. Все, сняли тему. Что значит «надо каждое воскресенье»? Ходить, отчет о грехах, делать беспокаяние. Что это за исповедь такая? Когда душа потреб, тогда надо исповедоваться. Я так понял, что речь шла не просто о каждом воскресенье. Речь шла о том, что человек, наверное, собирается причащаться каждое воскресенье. И об этом и речь. Нужно ли ему перед причастием исповедоваться? Я так подумал. Может быть, не об этом был вопрос? Отчим пьет очень сильно. Ездили в Подольск. Икона – непиваемая чаша. Реально ли икона помогает? Нет, помогает точно не икона. Это сто процентов. Помогает Господь Бог, Матерь Божья, через икону. Вот это правда, это реально. Но не икона. Они могут и Господь, и Божья Матерь, и через эту икону, и через другие. А могут и без всяких икон просто помочь. Так что к икону съездили – хорошо. Это никто не отменяет, не отрицает. Это замечательно. Но относиться к этому так, что икона должна помочь – это в корне не по-христиански. Давайте поговорим о любви в широком смысле слова. Давайте. Я вам сейчас расскажу. Сегодня мы два дня потратили на то, чтобы объехать детские сады в районе. У нас довольно-таки обширная деятельность развернута по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в том числе и в детских садах. Это светские детские садики, совершенно муниципальные, обычные детские сады. Но их вообще у нас в районе 21. В десяти из них ведутся предметы духовно-нравственного содержания. Можно сказать, основу православной культуры. Мы объявили конкурс «Смотр на лучшее оформление уголка православной культуры». В соответствии с этим положением, разработали все положение и отправились по детским садикам посмотреть, как оформлены уголки. Во-первых, общее впечатление от посещения детских садов самое потрясающее. И оно такое полное, даже не значит, с чего начать. Во-первых, в основном, как эти бедные детские садики выживают, это уму непостижимо. Такая бедность, так все скромно, так все просто. Эти люди в тму таракане, в глухомане невероятной, просто выполняют свою работу. И вот этих деток, они там чему-то учат, они с ними какие-то устраивают праздники, что-то. Но вот детский сад, это вот в такой глуши, знаете. И этот детский садик, он маленький, естественно, сельский, в глуши какой-то. А на них никто внимания не обращает. И они там в своем соку варятся, в своей каше. Никто к ним не приедет, никто на них не посмотрит, никто ими не заинтересуется, не поинтересуется, как вы там живете, какие там у вас горести и радости. Есть и есть. Вот если там что-то произойдет, как у нас водится, какое-то ЧП, все сразу обратят внимание на эту организацию в связи с ЧП. А если там все нормально, то никому она не нужна. И поэтому и воспитатели, и заведующие, они настолько нуждаются во внимании, хоть в каком-нибудь внимании просто человеческом, что вот встречают нас с распростертыми объятиями кругом. Так они рады, сами как дети, рады, что к ним приехал хоть кто-то и обратил на них внимание. Они с таким упоением рассказывают, а у нас вот здесь вот это, а у нас вот здесь вот это, а еще мы делаем вот то, а еще мы делаем вот то. Тащат там, надо показывать фотографии какие-то свои из каких-то мероприятий, взахлеб, перебивают друг другу, рассказывают о том, что вот у них недавно что-то прошло, и как это прошло, и как деткам это нравилось, и как родители к ним относятся. И все вот это вот они взахлеб рассказывают, что мы их хотя бы слушаем. Это, конечно, потрясающе. И это ничего не стоит, оказать такое внимание людям. Ничего не стоит, просто сесть в машину и приехать. А как это, оказывается, дорого стоит, и как люди в этом нуждаются? Просто потрясающе. Это вот первое. Второе – это сами детки, конечно же. Там, где действительно ведется основа православной культуры, где детям что-то рассказывают, они с этим как-то соприкасаются. А реагируют они абсолютно одинаково, дети, на появление священника. Их, конечно, предупредили, что к нам приедет батюшка. Там все, они ждали, и тут вот, когда заходишь, они, ой, все. Вот горох высыпают, прямо бегут с криками «Боженька, Боженька!» приехал. Одна девочка у меня сегодня попросила, а можно бороду потрогать? Стали они трогать мою бороду наперебой. Не верила всем, что она настоящая. А эмоций сколько? Мы, конечно, не с пустыми руками. У нас гостиницы, конфеты, там, все это. Мы как Дед Мороз настоящий, приехали прямо к ним. Действительно, очень такой заряд получили, положительный. Садики живут за счет, в основном, внуков. То есть, родителей мало. Родителей есть, и они есть, но их мало. В основном, бабушки водят своих внуков. Вот так сейчас живет современное село. То есть, вся молодежь находится в городе. В городе работают, пытаются как-то обеспечить материально себя. Дети у них рождаются в городах, в садике, у очереди. И плюс это очень дорого. А в селе, в садике, вот, пожалуйста, бабушка там. Вот они своих деток отправляют к бабушке жить, а сами занимаются делами. Поэтому, собственно говоря, родителей мало. Бабушки водят детей. На вопрос, а много ли возвращается назад? Например, дети в садике, потом они в школе, они заканчивают школу, заканчивают одиннадцатый класс, поступают в какие-то учебные учреждения. Много ли возвращается? Ноль целых, ноль десятых. То есть, никто не возвращается. Редкость, редкость какая-то. Кто-то там вернулся. Никто не возвращается. И поэтому в селе сейчас в основном живут пенсионеры и дети. Вот такая ситуация. Работы нет. Это тоже ощущение, это тоже впечатление. Потому что, действительно, село просто вымирает. Вот эта же ситуация, она не может бесконечно длиться. В какой-то момент все дети вырастут и разъедутся. Что будет с селом? Правильно. Все. Все. Закончится. Это тоже печально, как живет глубинка. Но я эту картину вижу каждый день, изо дня в день. Для меня это не ново. Просто то, что мы на этой неделе объехали весь район, все это освежилось. Вот оно, впечатлилось. И еще грачи прилетели по обочинам дороги, сидят с таяними. Грачи черные ходят деловиты, что-то выискивают на обочине, что-то там. Греются, потому что то и метет, и снег, и холодно, то солнышко выглянет, пригревает, то еще что. Погода такая мартовская, нестабильная очень. Вот они так. И жаворонки, и еще какие-то птицы. Я даже не знаю, что это за птицы. Синицы, которые собрались в стайке, куда-то улетают. А на их место жаворонки. Вот так едешь, и стаи птиц разных сидят на дорогах. Видите ли, Максим Сергеевич? Крымчане сами захотели. Но в информационной войне побеждает тот, кто говорит ложь, а не тот, кто говорит правду. Потому что тот, кто говорит правду, правда ограничен. А тот, кто говорит ложь, ничем не ограничен. Он может говорить все, что угодно. Поэтому то, что правда на нашей стороне, это только Господь знает. А все остальные на это не хотят обращать внимание. Нет, они про Дед Мороза говорят, что Боженька пришел. Один мальчик говорит, а это правда, что тебе голову отрубили? Тут я понял, что у них недавно было про Иоанна Крестителя. Там, наверное, обретение главы Иоанна Крестителя был праздник. Наверное, что-то там такое говорилось про это. Он меня с Иоанном Крестителем перепутал. Но в основном они Боженька. Детки, сама непосредственность. Те дети, которые здесь, в них в садиках. Я их очень часто вижу. Они меня часто видят. Мы с ними дружим. Но это вообще такая история. Они прямо толпой вокруг меня обнимают меня. Как Дед Мороз действительно. Все что-то говорят, все наперебой. И каждый хочет, чтобы на него обратили внимание. На него посмотрели, ему что-то сказали. Они когда галдят все вместе, трудно даже расслышать в этом хоре голосов что-то. Ну, хорошо. Такой заряд энергии от них получаешь. Приятно. А вот насчет секса. Это уж каждой семье свое. Каждой семье свое. Брак честен, ложи не скверны. Здесь живет семья. Пусть они живут, как хотят. Это их дело. Главное, чтобы все там было по любви, по согласию. Чтобы никакого насилия не было, никакого унижения не было. Чтобы только все было по любви и согласию. Все. А что там у них? Это их дело. Столько земли нет работы. Нет работы. Потому что работа подразумевает организацию. Должна быть организация, которая что-то выполняет. А ее нет. Вообще все развалено. Единственное, что можно сделать, это взять лопату и пойти копать эту землю. Скопать себе участочек и что-то там посадить. Вот единственное, что ты можешь сделать. Потому что там люди рады бы работать. У нас даже, знаете, как говорят некоторые. Да хоть бы против России какие-нибудь санкции ввели. Вот так говорят люди. Запретили бы ввоз нам продуктов. Когда бы у нас в магазинах все закончилось, вспомнили, что, оказывается, у нас сельское хозяйство поля заросли. У нас на юге Самарской области, это опять к разговору о прошедшей неделе. В воскресенье я ездил служить. Тут у нас есть соседний район. Достаточно далеко, где-то километров, наверное, может быть, сто двадцать, сто тридцать, может быть, сто сорок километров отсюда. Обшаровка. Такое село есть. И там обшаровская птицефабрика. Огромная птицефабрика обшаровская. Она стоит закрыта. Она недавно работала. Она полобласти снабжала. Может быть, даже больше. Безинчукская птицефабрика. Тоже километров семьдесят от нас. Тоже стоит закрыта. Она еще раньше закрылась. Две огромных птицефабрики стоят. Не работают. И люди, естественно, которые там работали, которые жили в этих населенных пунктах, они там и работали. Они сидят без работы. Это же кошмар. Ну куда пойти? Нету. Нету. Негде работать. Вот и говорят, что хоть бы какие-то санкции вели. Может, глядишь, нашу птицефабрику запустили бы. Мы бы хоть работать пошли. И вот эти сельские жители, которые сидят без дела. Ни техники нет, ничего нет. Вообще ничего. Все развалено. Но я понимаю, что этот пафос временный. На самом деле сейчас как ведут какие-то санкции, тут же сразу мы все взвоем. Оказывается, и работать некому, и техники действительно нет. Восстанавливать же это все сложно. Закрыть-то просто. Закрыть, развалить, разворовать. Все это просто. А вот как все это восстановить? Это же в пять секунд не запустишь. Закрыта эта птицефабрика. Но я думаю, что там сидит охрана, которая все это охраняет. И не дает ничего разворовать. Хорошо, если там просто ключик взял, открыл дверь, зашел и работает. А если там нужно, чтобы восстановить туда вложения какие-то, деньги, может быть. Вот у нас здесь тоже свинокомплекс в нашем районе. Огромный свинокомплекс на полмиллиона голов цвеней. 500 тысяч голов. Вот его расчетная мощность. Там сейчас, кроме охраны, никого. И сам он только частично доделан. Миллиарды вложили в него. Миллиарды и ничего нет. Ужас какой-то. Смотриком – это днище, приберище для уродов. А вы, значит, первый из них, да? Вы же сейчас на Смотрикоме находитесь. Что Церковь говорит? Носить крестик или иконку? Как вашей душе угодно. Люди просят, чтобы я их добавил. Они хотят как-то войти в дискуссию, задавать вопросы, или они просто так хотят? Если они будут задавать вопросы – хорошо, сейчас добавим. Если просто так, ну пусть сидят, послушают чуть-чуть. Сейчас, сейчас, подождите, сейчас добавлю. Почему теперь не венчать без регистрации государственной? Ведь важнее всё-таки церковное венчание, если люди хотят венчаться. Почему важнее? Я не думаю, что важнее. Обязательно должна быть государственная регистрация. Это обязательно. И это не сейчас так. Это всегда так было. Только единственное, что во времена наши синодальные времена, когда со времён Петра и до Николая Второго, вот у нас синодальный период, когда у нас Церковь была одним из государственных учреждений, тогда Церковь ввела метрические записи. То есть, она выполняла функцию ЗАГСа. Поэтому там нужно было обязательно венчаться, чтобы всё это оформить, зарегистрировать, всё записать. Поэтому было венчание. Но это вообще-то неправильная была ситуация. Изначально не было так. Не было вообще никакого венчания. Первые века христианства вообще венчания никакого не было. Оно появилось спустя примерно девять веков после Иисуса Христа. Венчанец – самое молодое таинство. Его вообще не было. Люди расписывались. Они приходили в магистрат. Это вот в древние времена. Я говорю не про Россию сейчас, а про первые века христианства. В Византии, Римская империя, пожалуйста. Они приходили в магистрат, регистрировали свой брак. То же самое, что у нас сейчас делает ЗАГС. Если они были христианами, они потом получали и благословение церковное. Оно не через венчание. Оно по-другому осуществлялось. Оно через совместное причастие. Просто они участвовали в Евхаристии оба этих человека. И всё. Но брак заключался в магистрате. Брак заключался. А церковью он только лишь благословлялся. И то же самое сейчас у нас происходит. Брак заключается в ЗАГСе. А церковь его благословляет. Если они хотят, если он может быть благословлён, то церковь его благословляет. Обидно за наших бабушек. Запустили всё, испортили ещё. Некоторые скверняют печаль. К сожалению. Если бы поля запущены на север России, знали бы вы, как всё запущено. Видит некоторых деревень, как фотористический фильм ужасов. Я догадываюсь, догадываюсь. Своими глазами много я не видел. Хотя тоже я много повидал. Но я представляю, о чём идёт речь. У нас тут 100 км под Самарой такое творится. А уж туда на север куда-нибудь. Покупаем фрукты с нитратами, мрём от рака. Мы не пытаемся даже возродить. Олимпиаду достали, провели достойного колхоза. Пусть возрождают. Может быть, сейчас, когда все эти каши с Украиной и Крымом заварили, может быть, сейчас начнут продовольственную безопасность. Давайте-ка, давайте-ка. Здравствуйте, смотрел Патриарха Кирилла. Смысл такой. Вкалывайте, страдайте, голодайте. Вам всё это воздастся на небесах. А сам миллиардер, хочу слышать ваше мнение. Я не знаю, о чём здесь Вы говорите, о каком выступлении. Я не слышал этого выступления. Я уже давно что-то не слышал о выступлении Патриарха. Кстати, не в связи с Украиной ничего, я не слышал этого выступления. Поэтому я тут не могу ничего комментировать. А насчёт сам миллиардер, вы знаете, про меня тоже всякое думают. Допустим, я живу в доме, в котором я живу. Думают, что это мой дом. Но это не мой дом, это церковный дом. Понимаете? То, что он ездит на дорогих машинах, что-то такое, ещё не знает, что это его собственное. Он является владельцем. Поэтому тут нужно, во-первых, разбираться, чьё это, что это. А мне, честно говоря, не хочется во всё это погружаться. Своего вот так хватает. Я имею в виду проблем. Проверяются серьёзные намерения. Если нет намерения зарегистрироваться, то какое может быть венчание? Согласен. Есть возможность пожить в монастыре год-полтора трудником. Я не знаю. Это вам нужно в монастырь обращаться, в котором вы хотите пожить. Можно и попробовать. Почему нет? Не венчался, ни разу не изменял. Моногамин. Но чувствую, что не хочу венчаться, наверное, да? Ну вот, пожалуйста. В ЗАГСе ответственность перед людьми, в Церкви перед Богом, на мой взгляд. Вообще неправильно, когда говорят, что перед Богом, перед Богом. Кого сейчас это останавливает? Кого останавливает? Поставь полицейского где-нибудь на каждом перекрёстке. Буду соблюдать правила дорожного движения. Убери полицейских, будет ездить как угодно. Кто сейчас Бога боится? Вы о чём говорите? Плевали все. С высокой колокольни. На все заповеди Божьи. Никто ничего не боится. А это просто декларация. Вот, главное перед Богом. Это знаете, пока тестостерон голову кружит. А потом, когда бытовые трудности начинаются, тут же мгновенно развенчайте нас. Вот они приходят, обвенчайте нас, обвенчайте. Вы подумайте тысячу раз. Да мы всё, любовь до гроба, всё. Через полгода развенчайте нас. Через одного. Это ужасно. А если мы венчаны, от нас более большой спрос идёт. Как нам батюшка сказал в Рязанской области, хотя сами обитаем, не стало плохо после Когора. Но потом норма. Это плохо или нет? Это не обязательно после Когора. Это может быть просто на Вас самого. Сама процедура вся психологически воздействовала. Людям бывает, да, тяжело становится во время венчания. Это да. Но это просто психологическое такое состояние. Как сказано развенчание на супругу жизни. Такого понятия даже как развенчание, оно на самом деле не существует. Вы имеете в виду. Это современный термин, который просто взят с потолка. Но этим термином обозначается просто разрушение брака. Нет никакого развенчания. Его просто нет. Если они хотят, чтобы их развенчали, то все это выглядит так. Они приходят в епархиальное управление, пишут прошения. Начинается обычная бумажная волокита. Никто над ними никаких молитв не читает. Все это происходит не в храме. Все это просто прикладывают ксерокопию, свидетельство о расторжении брака. То есть это такая бумажная волокита. В лучшем случае с ними поговорят, их поругают, объяснят им, в чем они были неправы. Ну и просто наложат резолюцию на их прошение, что их брак считается расторгнутым. Все. Им еще дают справку о том, что их брак признан распавшимся. Если, допустим, по чьей-то вине, то могут написать, что вот этому человеку можно вступить во второй брак, а вот этому нельзя. И все. После этого тот человек, которому можно создать другую семью, и опять получить церковное благословение, а тот, который нет, может просто создать другую семью, но не может получить церковное благословение. Все. Никакого развенчивания не существует в природе. И никогда не будет его. Священники грешные? О, еще как! Еще какие грешные-то! Даже не представляете. Как вы относитесь к браку между христианином и мусульманкой? Очень осторожно отношусь. Заключает брак два человека. Оба христиане, например, русские, этнические русские. То есть это люди, у них одинаковая культура, традиции, менталитет их. Они русские, нация, национальности. Им трудно сейчас. Сколько браков распадается? Половина, наверное, браков распадается. Может быть, даже больше половины. Это с учетом того, что у них очень много общего. А если брак создают люди, которые заведомо разные по национальности, разные по культуре, разные по вероисповеданию, по традициям разные, по менталитету разные. У них меньше точек соприкосновения. Насколько будет прочным этот брак? Очень может быть, что они смогут создать крепкую семью. Такое бывает. Но им предстоит столкнуться с очень серьезными трудностями. Поэтому отношения очень осторожные. И когда ко мне обращаются такие молодые люди, я им говорю, подумайте сто раз, все хорошенько взвесьте, обговорите все до брака. Если уж вы на это идете, то должны обговорить все, как вы будете жить, как вы будете воспитывать детей, в какой вере вы их будете воспитывать. То есть все обговорите. Потому что после того, как уже брак будет заключен, тогда начнут вылазить какие-то сюрпризы. А оказывается, она имела в виду то, а он имел в виду то. А это не было обговорено. И начинаются конфликты. Это очень-очень осторожненько нужно. Но в принципе, я не отрицаю, что это может быть. Такие браки могут быть. Хотя сейчас проект церковный, официальный документ, я не знаю, его, по-моему, не приняли. Я, по крайней мере, нигде этого не встречал. Но осенью было обсуждение о упорядочивании совершения брака, в том числе и повторных. Так, кажется, он называется. Очень много нареканий к этому документу. Он сыроват. Может быть, его отправили на доработку. Но там была такая фраза, что эти браки, если христианин и не христианин, то это считается как блуд. В нашей стране, где все перемешано, такие резкие ставить вещи не очень, наверное, правильно. Как ты пришел к Богу? Через алкоголь или наркотики? Нет, не через то и не через то. Скажите, в чем, в первую очередь, человек будет отвечать перед Богом? Любил ли он или нет за любовь? Я не особо верю в Бога, точнее, вообще не верю. Я верю в людей, что есть хорошие и порядочные люди. Из-за этого я не попаду в рай? Почему вы так считаете? Нет, не из-за этого. Вы не попадете в рай по другой причине. Вот как сформулировали вопрос, такой ответ и получаете. Коряво сформулировали с такой подковыкой. Ну, с подковыкой получаете. Если Адам и Ева белые, то откуда взялись негры? А если человек произошел от обезьяны, то откуда взялись белые? Можете мне ответить на этот вопрос? Если Бог создал всего шесть тысяч лет назад, как мы видим, свет с галактик Андромеда, находящийся два и три десятых миллионов световых лет от нас. Ну, во-первых, далеко не все утверждают, что Бог создал все шесть тысяч лет назад. Даже я вас поправлю, семь с половиной, вообще-то. Это библейское летоисчисление очень-очень условное. И вполне может быть, что Земле действительно пять миллиардов лет. Вполне может быть. И что были динозавры, и все-все это вполне может быть. Но это ни в коем случае не отменяет веру в Бога. Ничего не меняет вообще. Но весь с простым разводом то же самое. Пышная свадьба, простенький и быстренький развод. А было бы прикольно, если разводящийся пароль, например. Хотя бы за детей. Потому что они так. В сознательном возрасте нужно венчать. Я, например, настолько серьезно ко всем этом отношусь сейчас, что венчаться, в принципе, уже не буду, видимо, никогда. Не могу и найти человека по нутру. Это проблема. Грешные священники. Прикольно. Что вы? Что вы? А по-другому быть не может. Идет священник, к нему мужичок идет такой датенький. Увидел, подходит. «Благослови меня, Святой Отец!» Раз, руки складывает. Батюшка так на нем посмотрел, говорит. «Я не святой, я грешный». «Благослови меня, грешный Отец!» Это очень по-христиански. «Слышал, вон девочка монастырь ушла, они там выпивают по вечерам в кельях». Да ладно, где вы слышали это? Если батюшка отправит самоубийцу, с него потом спросят? Может быть, даже не потом, а сразу. «Насчет разводов в Евангелии говорится, что если человек женился и разведется, то это считается прелюбодеянием. И если несколько браков человек сожжет, то он прелюбодея». В общем, да. Хотя шаблонно всех в это все просто рассуждать нельзя. Жизнь такая сложная, многоградная. Жизнь очень сложная, многоградная. Ладно, каприз, ладно. Не все так плохо, в конце концов. Знаете, в интернете я видел видео про Ник Вуйчич. Ник Вуйчич. Наберите в поисковике и посмотрите видео. Потрясающе. Вы говорите «Вера в Бога», но кто он, Бог? Хороший вопрос. Как на него ответить? Это очень сложно. Знаете, он очень прост. Бог прост, это сама простота. Но в этом-то и сложность. Я немножко чат пропущу, потому что у нас быстренько идет чат, а я уже отстал. Если что-то там важно, повторите. Бог – сама простота. Когда мы что-то определяем, что-то даем кому-то определение или чему-то, то обычно это сложные вещи, которые мы разделяем на какие-то маленькие сегментики, фрагментики, кусочки. И каждый кусочек более прост, чем все целое. И вот даем описание. А когда эта вещь настолько проста, что она неделима, самая основа, ее определить невозможно. То есть это нечто такое, что не поддается определению. Сама простота. Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть добро, радость, жизнь. Но это не значит, что любовь – это Бог, свет – это Бог, жизнь – это Бог. Понимаете или нет? Скорее всего, не понимаете. Не поддается объяснению. Я могу сказать, что это Личность однозначно. Бог – это Личность, имеющая свою волю, полную свободу, действие, могущество. А как узнают, святой человек или нет? Например, Николай Угодник и так далее. Во-первых, Сам Господь открывает нам через какие-то чудеса. То есть человек умер, а совершаются чудеса на его могиле, например, через какие-то такие вещи. Во-вторых, в конце концов, люди же все-таки умные люди. Они могут увидеть, соответствовал ли образ этого человека евангельскому идеалу или нет. Если совпадает и Господь прославляет через чудеса какие-то… У нас сейчас в основном чудеса являются основанием для прославления. То есть безукоризненная жизнь, если за всю жизнь человек прославляется свою, или за конкретный подвиг, мученичество какое-то, чтобы оно было правильным – это первое. А второе – это именно чудеса, которые постсмертные. Это значит, что Господь действительно через молитву этого человека совершает такие чудеса. И это не должно вызывать никаких споров. То есть это должно быть точно. Вот так, если вкратце. Видели, да? Можно ли его отпеть? Нет. Сейчас тем более не отпевать. Потому что сейчас есть молитвенный чин утешения сродников живота самовольно скончавших. То есть есть специальный молитвенный чин – молитвенное утешение родственников. И это является своего рода помолиться для успокоения своей души. Но самих тех людей, которые окончили жизнь самоубийством, их, если и отпевают, то только явно психически больных людей, которые страдали недостатком этим и ставили на учёте. То есть действительно, реально психически больные люди. Личность – это Бог? Нет, Личность – не Бог. У Бога Личность, но Личность – не Бог. Понимаете разницу, нет? Смотрите, сейчас я вам скажу. Бог есть Свет, можно так сказать. Но это вовсе не означает, что Свет, который мы видим – это и есть Божество. Понимаете, да? Бог есть Любовь. Но это вовсе не означает, что какое-то чувство, Любовь, что это и есть Бог. Так вот и здесь. Бог – Личность. Но это не означает, что любая Личность – это Бог. Поясните строки из Евангелия, где говорится, что у Бога обителей много. Ну, про то, что такое бытовалное мнение в то время, что там что-то ограниченное какое-то количество, и можно туда и не успеть. Господь сказал, что у Отца Моего обители много суть, то есть места всем хватит. И, наверное, сюда же можно и про то, что там обители разные. Не знаю, что все скобом там будут. Наверное, по-разному будут как-то все это переживать, ту реальность. Каждый по своим делам. Кто-то более, кто-то менее. Наверное, так. Почему Церковь рассматривает догмат Отца как единственный верный? Ведь многие места Библии можно трактовать как «за», так и «против» этого догмата. Раз такие вопросы можно рассматривать однобоко? Ух ты! Какой вопрос! А что-то мне подсказывает, что Вы человек знаком с Библией. Раз такие тонкие вопросы задаете, а? То, что я сейчас дальше буду читать, не значит, что я забыл про Ваш вопрос. Я вернусь к нему. Просто я жду Ваш ответ. Если Бог есть Свет, то кто такой Люцифер? Вроде тоже не существует, даже дьявол. Вот именно что. Сейчас Вам с такого катафатического богословия утверждение, но есть же апофатическое богословие, можно также сказать, что Бог есть Свет. Мы можем сказать, что Свет не есть Бог, и Бог не есть Свет. Так тоже можно сказать. Просто мы говорим, что Он Свет именно потому, что Он просвещает, а не потому, что Он светит. А потом, знаете, Луна тоже светит, но она светит отраженным светом. Правда же? Так вот и ангелы, они тоже святы, но они не собственной святостью святы, а они отражают как бы святость Божию. И Люцифер до своего падения тоже так же. Никакой тьмы, да. Правда ли, что семинаристы постом делают 300 поклонов в день? Ага, дождёшься от них такого подвига. Может быть, где-то так и заведено. В тех семинариях, про которые я знаю, я сомневаюсь, что это там есть. Почему в церкви я чувствую скорбь, смерть, чувство вины, а не радость и желание жить? Наверное, грешили кучу всего, поэтому так чувствуете. Почаще бываете в Храме Божьем, начнёте чувствовать радость. Нет, я не сказал бы, что досконально знаком с Библией. А я уж подумал, вы в этом хорошо разбираетесь, потому что вопрос уж больно грамотный. Я вам так скажу, кроме того, что есть Библия, это не значит, что Библия одна. А смотрите, сколько много всяких разных христианских религий, основанных на этой одной единственной Библии. Почему так происходит? А потому, что Библия написана Духом Святым. И понять её правильно можно тоже только Духом Святым. И вот это-то и есть священное предание. Важны не просто слова библейские. Буква мертвит, Дух животворит. Нужно ещё и правильно всё это понимать. То есть, какой Дух туда заложен, в эти слова, это важно понимать. Поэтому те места Библии, которые можно понять так, что они противоречат учению Троицы, конечно, можно. Там всё можно по-своему исказить. Он и Сатана, когда Иисуса Христа искушал в пустыне, тоже Библию цитировал. И Христос ему отвечал тоже цитатами из Священного Писания. Они разговаривали друг с другом цитатами из Священного Писания. Сатана и Христос. Вот, пожалуйста. То есть, Библию можно понимать как угодно. Но когда Дух Святой открывает то, как нужно понимать, тогда только ты понимаешь её правильно. Так вот, весь фокус как раз не в том, как мы трактуем, не трактуем Библию, а имеем ли мы Духа Святого, чтобы это всё понимать. Вот в чём вопрос. Православие его имеет. Поэтому и правильно понимает. Ну вот, грубо, но вот так. Такой ответ. Если интересно, можем продолжить рассуждение. В монастырь кнопка ушла. Сомневаюсь, сомневаюсь. Кто такие Сыны Божии? Тогда сыны Божии вели дочерей человеческих. По-разному тут понимают. Это из Библии тоже вопрос. Некоторые говорят, что это потомки Сифа, они называются сыновьями Божьими, а дочери человеческие – это потомки Каина. Некоторые и так говорят. А вообще это туманное место. Может быть, здесь имеется в виду что-то, я не знаю, это может быть, я сейчас в больших-больших четких кавычках прямо говорю. Может быть, здесь речь идет о кроманьонцах, неандертальцах, вот это может быть. Пусть наука разбирается Бога ради, это не религия здесь должна разбираться, это научная вещь. Не видел я ангелов, мне не нужно это. Почему цыгане обладают гипнозом? Учение с детства обладает этим талантом. Я слыхал такое, что Бог им подарил этот дар. Мне кажется, это просто некий талант, который сохраняется в самом народе просто-напросто. То есть, из поколения в поколение все это естественным образом передается умение. Может быть, не гипноз какой-то, а именно, может быть, и гипноз в каком-то смысле. Если Бог – это все, то мы, люди, есть частичка Бога. Но есть люди разные, добрые и злые. Поясните, пожалуйста, если Бог есть добро, то как его частичка может быть в злых людях? А вы не правы в самом начале своего утверждения. Вот смотрите, если Бог – это все, то… И дальше идет вопрос. А вот если ваш посыл не верен? Потому что Господь сотворил этот мир. И он его сотворил не из себя. И поэтому вот этот компьютер, который стоит передо мной сейчас, и по которому я с вами разговариваю, который подключен к интернету, это не есть, так сказать, проявление Бога в этом мире. Понимаете? То есть, это просто материальная вещь, которую сотворил Господь в конечном итоге. Сам-то он ее не сотворил, но он сотворил все эти материалы, из которых этот компьютер состоит. Вещества. То есть, материю сотворил. А уже человек смог ее организовать таким образом, что она работает таким-то образом. Поэтому Господь пронизывает все, но он, в общем-то, трансцендентен миру. То есть, все эти вещи окружающие – это не есть частички Божества. И, следовательно, человек – это не часть Божества. Но вы, в общем-то, правы в том, что в каждом человеке от Бога есть нечто. То есть, Господь дунул у человека дыхание жизни и стал человеком душой живой. И, кроме того, человек сотворен по образу Божьему. Человек носит на себе этот образ Божий. И вот то, что от Бога в человеке, то и прекрасно. А то, что человек все это искажает и извращает своими грехами – ну уж, тут уж то уж скажешь. Каждый волен. Ему дана свобода поступать, как ему хочется. Каждый поступает, как ему хочется. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. В Библии написал человек, и все этим сказано. Любая религия создана для управления массой людей. Просто человеку надо во что-то верить. Религия этим пользуется. А во что нужно верить вам? И чем нужно воспользоваться, чтобы управлять такими, как вы? Вы задумывались над этим? Вы же тоже человек? Или вы себя выводите на некий новый уровень над человека? Вами-то как раз управлять уже нельзя. А может быть, как раз-то вы и находитесь в неком положении, когда как раз вы-то и управляемый более, чем человек религиозный? Подумайте над этими вещами. Почему Папа Римский омывает ноги наш? Алексей, нет, спасибо. Ух ты. Вообще-то да, омывает тоже. Но по традиции, по православным, все это происходит единожды в год, в Великий Четверг. То есть накануне Пасхи. И причем это делает не только патриарх, а любой архиерей. Совершается служба архиерейская, где архиереи умывают ноги духовенству. По примеру Христа. Так же и Папа Римский, наверное, делает. Библия – это моральный кодекс. Нет, так низко сводить Библию я бы не стал. Как понять Бог наш Отец, а родители кто нам? Бог наш Отец в полном смысле этого слова, в полном смысле духовном смысле этого слова. И в конечном. То есть Он сотворил, Он Творец. И родителей наших тоже Он сотворил. То есть в конечном счете, если линейку эту вести, то это все уходит именно в Него. Поэтому в полном смысле слова Он – Отец вообще всего. А родители наши – это наши земные родители. А двух братьев человечества произошло. Нет, просто Библия обо многом не говорит. Она не говорит о девочках, которые рождались. Просто не было необходимости, а Библия умалчивает об этом. Библия, понимаете, это книга, которая написана с определенной целью. Она описывает историю взаимоотношения Бога и людей. Вот для чего написана Библия. Это священная библейская история. То есть история взаимоотношений между Богом и людьми. История поиска Бога, Богом людей. Все то, что не касается этого, Библия просто не считает нужным об этом говорить. Где-то что-то там упоминается иногда, где-то так, между делом. А на самом деле считается, что это, по сути дела, неважно. Поэтому Библия не ставила себе целью четко вывести, кто от кого произошел. Хотя вот это там есть. Но оно, знаете, через пятое на десятое, скорее всего, перебрасывается, перекидывается. И все очень-очень приблизительно условно. Поэтому там не указывается, поскольку детей рождалось у Адама и Евы. Там просто сказано, что Адам и Евы жили, по-моему, 960 или 930 лет, я сейчас не помню. И рожал сынов и дочерей. Все. Но при этом в Библии говорится только о трех сыновьях. Кайне, Авеле и Сифе. А остальных просто незачем было упоминать. Я думаю, что там детей было у них очень много. Вот зайдите практически в любую церковь. Слева или справа будет точка, где вы можете приобрести различные церковные прибамбасы. А в сказке еврейской, наверное, как написано? «Не создавай рынок». Ну, немножко не так, конечно, написано, но смысл точно. «Отца моего – дом молитвы, а вы сделали овертепом разбойников». Вот как там сказано. «Как существо, которое существует вечно, может иметь понятие добре и зле, о жизни и смерти?» «Это вы о каком существе говорите? Большой жирный тролль?» Аккуратно. Компьютер, интернет – это же метка дьявола. Мак, адрес, айпи и так далее. Пора пасту зачищать. Ну, сейчас подождем еще немножко. Человек сейчас маленько выплеснет яду своего. Может угомониться. Глядишь, нормально будет общаться потом. «Вы говорили, что против искусственного оплодотворения и клонирования. Но ведь Ева, если верить в Библии, тоже трансген. Приближение к Богу. Ааа, приближение к Богу. Господь так сотворил, взял ребро и создал Еву. А мы хотим не приблизиться к Богу, а заменить Его. Разные вещи. Вот представьте, ходят по земле вот такие Андреи, промывают мозги людям и переписывают потом и квартиры, что хочешь». Максим Сергеевич, потерпим еще немножко. Проявим христианское смирение. А вам, друзья, которые тут меры не знают, мне нажать на крестик ничего не стоит. За баню будете в другом месте говорить. Хотите общаться? Давайте по-нормальному. Не хотите? Идите гуляйте. Чего вы сюда пришли? Какой образ нужно держать в уме мысли при обращении к Богу? Бог общий или персонал каждого? Так, на первый вопрос. Никакой. Нельзя этого делать. Потому что, если вы будете в уме рисовать себе некий образ Бога, какой-нибудь, неважно какой, то вы просто подмените Бога своими фантазиями насчет Бога. И начнете молиться уже не Богу, а своим собственным заблуждением на его счет. Бог общий или персонал у каждого? Он один. Бог общий. По каким критериям православие определило себя носителем Святого Духа? Не поймите меня неправильно, я просто хочу разобраться. Не вопрос, понятно, да, нормально. По каким критериям? Допустим, человек встретил девушку и полюбил ее. По каким критериям он узнал, что он ее любит? Ну, вот как он может это определить? Он просто любит и все, правда же? Он понимает, что это так и все. Как можно это объяснить? Из чего сделал Ладон? Из смолы. Какой-то древесной смолы, специальной смолы. Используется каких-то особых деревьев. И туда добавляются какие-то ароматические вещества. Ну, иногда и не добавляется. Кстати говоря, если брать просто сосновую смолу, чистую просто сосна, смолу сосны, и она высыхает, тверденько делается, и в кадила бросать, то она пахнет очень приятно. Просто смола древесная. Я говорю о Боге, он же вечен, он же сущий, он был до нас и будет после нас. Значит, он будет вечен, человек создан по образу и подобию. Ну да, в общем, да, совершенно верно. Вечен он до нас и будет после нас. Но при этом тонкость такая. Мы можем говорить, что Бог вечен, но это не значит, что мы его заключаем во время. То есть Бог вне времени. Потому что мы воспринимаем вечность, как просто бесконечное течение времени. Что-то всегда. Оно текет, 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 никогда не заканчивается. А Бог вне времени. Его нельзя туда впихнуть. Время Он тоже сотворил. Потому что время, знаете, чем оно определяется? Оно определяется изменчивостью. Вот смотрите, вот у меня рука, вот я ее двинул. Время текет. Поэтому она была у меня то в этом месте, то в этом месте. Изменения происходят. А Бог не меняется. Он, в принципе, не меняется. Поэтому Он вне времени. И понять нам это и осознать нам это невозможно, потому что мы не можем просто мыслить категориями вневременными. Ну, собственно говоря, вопрос-то ваш в чем заключался? Как Он может знать, что такое добро и зло? Если Он вечен, да? А что то такого? В теории, конечно, знает, что такое зло. Потому что если Он сам есть добро, то то, что противоположно Ему, то и зло. Не делайте то, не делайте это, как написано в Библии. Зло, который всех любит, отправит в ад на веки вечно и мучится. Так же? Нет, не так. Вы на самом деле сейчас боретесь не с христианскими утверждениями, а со своими заблуждениями на этот счет. Я хочу сходить в церковь, поставить свечку за своих родных и близких. Как это сделать и что при этом нужно говорить? Ну, прежде всего нужно помолиться. Просто так свечку поставить – это ничего не значит. Свеча – это символ молитвы. Если вы хотите помолиться и поставить свечу, как символ своей молитвы, то вы помолиться и должны как раз. Что при этом нужно говорить? То, что у вас на душе, то, что ваше сердце переполняет, то и говорите. Можно своими словами говорить. Пожалуйста. Некоторым удобно это делать. Как хочется, так и говорите. Если своих слов не хватает, то есть молитвы. Можно даже книжечку открыть и с книжки прочитать. Но, опять же, то, что вы понимаете и то, что чувствуете. Если вы откроете какую-то молитву, которую первый раз в жизни видите, и попытаетесь ее читать, и там еще непонятны слова, то это не молитва, а молитвенные упражнения, которые, может быть, призваны научить вас молиться. Но это не есть сама по себе молитва. Тут важно, чтобы это вы от сердца говорили. Как реальный разговор с Богом. Я тебе открою самую секретную тайну, которую не учат в твоей школе во всем мире. Чтобы стать по-настоящему успешным, надо врать, обманывать, быть наглым и так далее. Я с вами совершенно согласен. Только один вопрос. А что значит по-настоящему успешным? Вот это чем меряется успешность? Например, преподобный Сергий Радонежский успешен или нет? Человек, который ушел в лес, в молодости своей. Но жизнь которого, когда закончилась, он колоссальнейшее влияние, то есть, внес лепту в развитие России, просто игумен земли русской. С точки зрения современного человека, он успешен или нет? У него не было ни Мерседесов, ни кучи денег. Он ездил на Канары, у него ничего этого не было. Он был монахом-аскетом. Он успешен или нет? Успехом у женщин он тоже не пользовался, просто он был монахом. Так что, знаете, успех разный бывает. Разный. Это я вам открою ту тайну, которой вас в школе не учили. Сегодня целый день заседал Сино ТРПЦ. Чем кончился, ничем? Прокомментируйте. Я понятия не имею о том, что сегодня вообще заседал Священный Синод, и что там они решили. Я вообще просто не в курсе. Поэтому без комментариев. Ни заявления по Крыму, ни по ОБЦ. Вы правильно сделали. А что заявлять? Государство разбирается со своими проблемами. Пусть решает государство. Я, кстати, вам, знаете, что могу сказать по поводу позиции церкви насчет политических всех этих вещей. Всегда, во все времена, просто учите историю, друзья мои. В Византию посмотрите. Мы прям любим на Византию ссылаться. Наша вера из Византии пришла и так далее. Пожалуйста. Императора свергают и в этот же день тут же провозглашают другого императора. И тут же патриарх его помазывает, коронует и все делает тут же. Потому что церковь вне политики. Эти вещи, пожалуйста. Сегодня ты император? Слава Богу, мы за тебя молимся. Завтра ты? Отлично. От того свергли. Хорошо, ты будешь императором. Все. Не вопрос. Некоторые говорят, что это церковь, они все прогибаются. Это не прогибается, это правильная политика. Церковь не политики. Совершенно верно. Так и должно быть. И по-другому не может быть. Так всегда было. А вот когда церковь начинает вмешиваться, как папа римский, и говорит, что ты будешь королем Франции, а ты не будешь королем таким-то, ты вот будешь таким-то, а ты не будешь. Это, знаете, папизм уже. Вот как раз там церковь вмешивалась, на Западе имею в виду. Но нам с нее брать пример неправильно. Хотя, с другой стороны, несмотря на то, что патриарх Константинопольский византийского императора одного свергли, другого поставили, он тут же его помазывал на царство, тут же его признавал и так далее. Не вопрос. На него молиться сразу начинали. Но в случае, если император начинал какие-то вещи и еретические вещи, какие-то отступления, многие патриархи шли против императоров смело. Их решали не знаю чего, и в ссылки гнали, и языки резали, и чего только с ними не делали. Все это тоже было. Поэтому сейчас очень может быть, что просто все признают, ну церковь в смысле. Все признают, все одобрят и все. И правильно сделали. А что? Это свершившийся государственный факт. А мы живем, церковь земная, она не от мира сего должна быть. Так и есть. Поэтому без комментариев. Затем батюшкам борода. Я уже сегодня рассказывал, как у меня сегодня девочка в садике трогала бороду мне. Правда ли она настоящая? Вот, наверное, для этого она и существует. Сказки Бажова. Красивые сказки. Мы очень хорошие. Медная гора хозяйка. Да, хозяйка Медной горы. Руту Рут. Или как? Не знаю, так что ли правильно ваш этот ник читается. Не хотите, если хорошо общаться? Пожалуйста, идите, общайтесь с другими трансляциями, с другими людьми, если вам не интересно. Зачем вы сюда пришли? Показать свой ум? Вы его показали. Себя показать? Ну, свою одну сторону, ту. Покажите свою другую сторону, хорошую. Сейчас Крым ходит. Опять про Крым. Господи, не хочу я про Крым. Мы уже про него говорили заново опять говорить. Не хочу. Почему Красный Рясин? Ба, действительно, друзья. Я же обещал в черный быть. А, я посмотрел на прошлую трансляцию, где я был в черном подрясинке. Так смутно, так хмуро как-то так. Думаю, ну ладно, одену Красный. Любые самые страшные события можно оправдать волей Божьей. А вы думаете, это легкая позиция, да? Такая удобная позиция? Это, знаете, самая неудобная и самая нелегкая позиция, на самом деле. Проще всего примкнуть к какому-то лагерю. Вот есть два противоположных лагеря. Одни говорят, ну условно, неважно о чем. Одни говорят, а вот это вот плохо. Другие говорят, нет, это замечательно. Эти хают, эти хвалят. Проще всего примкнуть к какому-то лагерю, и ты будешь в стае, в стаде, как хотите. У тебя будет поддержка. Твоя позиция ясна вот этим. И там все просто. Это друзья, это враги. А вот быть посередине и иметь свое мнение, это означает получать оплюхи и от тех, и от этих. Эти говорят, а ты такой-сякой. Эти говорят то же самое. Тебя обвиняют в чем угодно. И в том, что ты не имеешь свое мнение, и в том, что ты труд, что ты предался тем. Те говорят, что ты предался этим. В чем угодно обвиняют. Посмотрите символ христианства, распятый Христос. Вот, пожалуйста. Это образ. Эти хотели его видеть лидером восстания против римлян. Там же общество. Кто Евангелие читал, знает. Посмотрите того же Мела Гибсона, сегодня упоминавшегося о страсти Христова. Там это тоже видно. Эти хотят, чтобы он возглавил их народное восстание против Рима. Эти, наоборот, хотят противоположных вещей. То есть все от него чего-то хотят, а он сам по себе. И он так и говорил. Сей род похож на детей, которые говорят, а вот мы пели вам плачевные песни, вы не плакали. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Потому что пришел Иоанн Креститель путем праведным. То есть постник в пустыне жил. Одевался, ходил в такой одежде, очень жесткой, грубой, из верблюжьего ворса. И народ говорил, а в нем бес. Пришел Сын Человеческий, то есть он про себя так говорил, Иисус Христос. Ест и пьет, и говорят, вот человек, ядцы и винопийцы, друг мытарям и грешникам. То есть того не слушают, потому что он в нем бес, этого не слушают. Чего его слушать, он друг грешников? Он пьет вино и с прелюбодеями общается, с мытарями общается. Чего с него взять вообще? Все. И то не надо, и то не надо, и это не нравится, и это не нравится. Вот это вот, ты им хоть что, хоть так, хоть сяк, им все равно будет не то. Поэтому вот эта позиция, она на самом деле самая неблагодавная. Но она самая правильная. Пополним черный список человека, который никак не может вообще в себя прийти от восторга, что он встретился со священником, вот как бы на пакости, на гадости. Не хочу я с вами общаться, раз вы так себя ведете. Черный цвет, как напоминание о будущих ужасах, которые нас ждут? Нет, это скорее такой цвет, как символ того, что ничего мирской тебе не должно вообще. У моего друга есть подруга. Она гуляла, выпивала, курила, он ее побил, сейчас ходит, как шелковая. Правильно он сделал или нет? С подвохом вопрос. Сейчас скажу правильно, но это не будет означать, что я одобряю. Давайте всех будем так. С некоторыми может только так, может и работает. Но это не значит, что так со всеми нужно поступать. Почему-то некоторые, вот человек, сейчас только я его забанил, они не понимают нормального языка. А вот так забанишь, вот человек понял, не надо было этого делать. Ну что ты напрашивался? Если он сейчас меня слушает, ну что ты напрашивался? Ну что ты добился, голубчик? Ну все, что? Стоило все тогда вот это вот делать? Не стоило совершенно ничего. Кнопка. Не хочу я сейчас ничего комментировать. Про кто чего там описывает, отписывает, военный сопровождает. Ничего не хочу. Я знаю, что сейчас идет информационная война. Лжи огромное количество. В интернете просто чудовищное количество лжи всякой. Вот, к примеру, иллюстрация лжи, которая на поверку незаметна. Вот я читаю, например, про Крым. Крым хочет отделиться от Украины и присоединиться к России, потому что Украина, у нее настолько разваленная экономика, что она бедная, вся по швам трещит, эта экономика и живет только за счет Донбасса, юго-востока Украины, потому что там промышленная зона такая и за счет Крыма. То есть деньги с Крыма поступают в Киев, а назад возвращается только 10%. Вот за счет этих 10% этот бедный Крым и живет, а Киев, распределяя все деньги, которые от Крыма поступают, распределяют на западные, там, где ничего нет, ни промышленности, никаких курортных районов, зон и так далее. То есть Крым кормит половину Украины. Это вот мотив. Звучит красиво. Только сейчас проголосовали за присоединение Крыма к России. Только что. Референдум там был. И тут же другая статья в интернете тоже, где говорится о том, что не нужен нам Крым. Вы понимаете, что это будет черная дыра, что Россия туда должна будет вбахивать и вбахивать кучу денег, чтобы восстановить экономику Крыма? Это вообще непонятно. Кому верить? Если Крым жил на 10% своих налогов, вот он отправлял в Киев деньги, а возвращался 10% и на это Крым жил, а в составе России, значит, он будет дотационным? Где правда? Не найдёшь этой правды? Враньё со всех сторон. Большим потоком. Поэтому комментировать это враньё я не хочу никак. Закрыли тему. У меня есть грех. Много ем. Не могу остановиться. Лечился. Не помогает. Валентин. Санкт-Петербург. Если вы уже и лечились, то это может быть и не грех, это может быть какая-то нибудь, болезнь, я не знаю, что там такое. Грех ли находиться в других трансляциях, в разговорах? Там не всегда приличные люди. Грех не в том, что вы находитесь среди неприличных людей. Грех в том, если вы сами становитесь неприличным человеком. Лучше расскажите нам о Христе или евангельскую историю. Да, вот именно. Про Украину, про Крым. Всё уже озвучено. Чего ещё говорить? Только про Христа столько много всего рассказывать. С чего начать? Почему именно поп? Откуда это название? Честно говоря, я не знаю, откуда именно это название. Что-то есть такое, как столб, что-то такое поддерживающее. На попе что-то держится такое важное. В Библии написано «Не ходи в собрание грешников». Есть. Да. «Блажен муж, иже и неиди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалища губителей не сели». Первый Псалом. Совершенно верно. Есть такое дело. Но если ходить туда, с какой целью? Христос виновь тоже входил в собрание грешников? За что Господь покарал тараканов? Куда они делись? Не тараканов Он покарал, Он благословил тех, кто их морит. Наверное, так уж. Про католическую церковь. Почему такое отличие? Валентин. Ну, а зачем Вам это отличие? Что Вам это даст? Ну, допустим, сейчас я Вам расскажу, в чем отличие католической церкви от православной. Но Вы, во-первых, повторить даже не сможете то, что я Вам расскажу. То есть, Вы эти знания не сможете применить. Вам нужно будет и все равно почитать специальную литературу, еще и еще раз к этому вопросу вернуться, еще много-много в чем разобраться, чтобы смочь самостоятельно озвучить разницу. То есть, даже Вы нигде не сможете блеснуть своими познаниями в этой сфере. Ну, для чего это нужно? Просто удовлетворить свое любопытство. Ну, я не думаю, здесь сейчас 130 человек, что всем интересна эта тема. Если всем интересно, давайте проголосуем. Я Вам расскажу, не вопрос. О, друзья мои, давайте, правда, ну-ка быстренько в чат. Будем говорить об этом или нет? Да, нет. Давайте, давайте, голосуем, голосуем. Референдум. Так, друзья мои, это модно сейчас. Референдум. Нет, нет, да, нет, нет. Будем про католиков говорить, в чем отличие католичества от православия или нет? Да или нет? Референдум. Нет, нет. Кто-то говорит, да, пусть книгу почитает. Но референдум показал, что больше все-таки не хочет говорить. Хотя, вот видите, тут есть некоторые, которые хотят. Как узнать бесов из нестовика? Ой, понятия не имею. Об исламе? Ой. А, вот, ел ненужную пищу. Музыку. Насчет католичества, да, погуглите. Просто разница между католичеством и православием. Я думаю, что в интернете полно информации, которую я просто своими словами мог бы озвучить. Насчет музыки. Слушайте, пожалуйста, музыку любую. Но все в меру должно быть. Повторные голоса не надо учитывать. Да, сейчас посмотрим. Считаем. Нет, нет, нет. Достаточно много проголосовало против. Считайте. А мы провели референдум сейчас. Будем ли говорить о разнице между православием и католичеством? Ну и народ голосовал. Кто-то да, кто-то нет. Ну, в общем, я посчитал так, что большинство голосов все-таки отрицательных было. Так что не будем говорить. С матушкой. Зачем она вам? Хотите посмотреть на мою супругу? Пожалуйста, в моем фейсбуке есть фотография. Я с ней там. Мы вдвоем рядом стоим. Там и дети мои есть. Пожалуйста, смотрите. Как духовное спокойствие обрести? Молитвой. Молитесь. Почаще к Богу обращайтесь. Молитва приводит, успокаивает какое-то такое умиротворение, в душу привносит. Больше я ничего не знаю. Это самое первое. Это молитва. Это как скорая помощь. Конечно, самое максимум – это причастие. Но это две грани. Молитва и причастие – это минимум, это максимум. В наше время девушкам нужны только деньги. 90% смотрят сначала на кошелек, а потом уже на человека. А мужчины смотрят сначала на лицо и на фигуру, а потом уже на человека. Нет? Я не прав? Девушки 90% смотрят, а мужчины – 99 и 9. Ну-ка, женщин тут много в трансляции. Скажите, пожалуйста, какова ваша цифра? Какую вы скажете? 90%, 95%, 99%, 100%? Сколько процентов? Ну, всё, задумались. Нет, нет, я вас спрашиваю не про это. Женщины, которые здесь находит трансляция, я спрашиваю. Мужчины на что, прежде всего, смотрят? Человек сетует, что женщины смотрят 90% сначала на кошелек, а потом на человека. А я ему говорю, а мужчины смотрят на что? Какой процент? Я сказал, что 99% смотрят сначала на внешность, а потом уже на человека. Разве нет? Вот, видите, да. А проценты, проценты, проценты. Чего вы мне не говорите? Так что женщины смотрят на состояние мужчины. Почему? На его материальное. Почему? Потому что её задача – создать семью. И чтобы эта семья была обеспечена, крепкая, прочная. Вот для неё, что главное. Поэтому она смотрит на это. А мужчина что смотрит? На красоту? Потому что для него это престиж. Если с ним будет рядом красивая женщина, он будет себя чувствовать. Вот, видите, со мной, какая красавица. Он будет себя чувствовать тоже ему приятно. Но это только первое. А вообще-то, главное, это то, что те, у кого толстый кошелёк, а те, у кого красивая внешность, имеют некую фору перед теми, у кого не толстый кошелёк и не очень привлекательная внешность. Просто некая фора, чуть-чуть вперёд. Но вообще-то, с лица воду не пить. И замуж выходит тоже не за деньги, а за человека в конечном счёте. Поэтому не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь. Ну и потом, я, наверное, в числе этих десяти процентов счастливчиков, 90 процентов женщин смотрят на кошелёк. Но вот как раз моя супруга выходила за меня замуж, когда я был просто гладранцем и вообще никем. ни образования, ни будущего, ничего вообще не было. Мне просто повезло. Вот, сто процентов. Видите, я даже скромничал. Сначала внешность, потом нашу. Видите, так что один-один. Не только женщины грешат, смотря на кошелёк, а не на сущность. Ну и мужчины тоже. Почему в католических храмах свечи не горят? Ну и вопрос вы мне задаёте. Я понятия не имею, что в католических храмах происходит. Я не в курсе просто. Мне кажется, что горят. Ну, по фильму, по крайней мере. Женщина смотрит на мозг, которым он сможет увлечь и меня, и работодателя, который даст ему денег на пропитание будущего потомства. Блестяще! Значит, хорошо за деньги выходить замуж. Ну, если она чисто за деньги выходит замуж, но потом она сама же на это и натолкнётся, на неприятности. И ей же будет и плохо. А если у неё немножко в голове тоже есть, она, конечно, на деньги посмотрит, но это не будет определяющим. Ещё и красивый потонус. Да, совершенно верно. И какая у тебя машина! Если мужчина правильный в жизни и верный, то что теперь? Верь. Что теперь? В смысле? Да есть, есть, девушки хорошие, не гоните, сами не ходите. Согласен. Есть. Абсолютно согласен. Если батюшка прольёт нечаянно кровь в тело Христово на пол, то что ему будет за этим? Ну, могут быть серьёзные неприятности за этим. Можете под запрет попасть? Давайте, друзья. Да, сейчас. Закроем эту тему, девушки. Да вы что? Мы только начали. Только в раж вошли. Всем понравилась тема. Все стали её обсуждать. Смотрите, сколько у нас участников сразу. Чат оживился. Вы говорите, закроем эту тему. Лгать, ворвать, убивать во благо. Насколько суров такой грех. Вопрос в том, что такое благо и в чьё благо. Знаете, как есть такое? У нас такой анекдот, фраза такая смешная и горькая одновременно. У нас в стране всё для человека, и во имя человека, и во благо человека. И мы даже знаем точно, как зовут этого человека. Так вот здесь. Что значит во благо? В чьё благо? И что такое благо? Если, например, врач видит, что пациент болен смертельно, но, может быть, там как-то и побороться ещё. И он ему не говорит о том, что, вы знаете, у вас шансы невелики. Он ему не говорит этого. Он его обманывает. Он говорит, что всё нормально, будем бороться. Вперёд, все шансы есть. Он его обманывает? Обманывает. Во благо? Во благо. Можно? Можно. Он врач, он должен это делать. Но бывают и другие ситуации, когда нельзя этого делать. Соглашусь с вами. Вот поэтому сейчас и нет нормальных браков. Ну, мне кажется, нормальных браков сейчас нет. Знаете, почему? Потому что люди, тут много всяких причин можно назвать, но мне кажется, из-за того, что люди разучились как-то правильно расставлять приоритеты жизненные. В том числе и внимание обращают, приоритет ставят на внешность или на благополучие, благосостояние. Вот ставят такой акцент. И слишком сильно они это ставят, этот акцент, туда. Когда нужно было на другое что-то посмотреть. Ставят больше на внешность престиж. Что мужчины, что женщины. Одинаково. Только у каждого свои представления. Ну и всё. А потом выясняется, что, оказывается, брак – это такая вещь, кроме того, что это престиж и круто, и все обзавидуются, какой у тебя муж или какая у тебя жена. Ты можешь где-то блеснуть. Кроме этого, есть ещё масса всего того, что ты не учитывал. Это первое. Второе. Это неправильно расставляет именно приоритеты, акценты в жизни. Когда не могут уступить в каких-то второстепенных вещах, маловажных вещах. Друг другу просто в быту не могут уступить. И раздувают конфликт на пустом месте. Почему? Потому что каждый из них понимает, что это не стоит того. Не нужно из-за этого ссориться. Каждый понимает. Но при этом не может остановиться и уступить, потому что, если я сейчас в этом уступлю, в другом, в третьем, в пятом, в десятом, так он потом вообще на шею сядет. Начинается борьба за место под солнцем, какую роль в семье играть, какое место занимать во всей этой семейной иерархии. Начинается борьба. Но при этом у каждого смутное представление, как должно быть. У каждого есть своя схема в голове, но они к единому и каждый свою схему пытается реализовать. И все. И все это заканчивается полным крахом. Отсутствует эта схема четкая в головах. Потому что, в принципе, сейчас мы живем в очень быстро меняющемся мире, когда все меняется, в том числе и семья очень меняется. Если раньше добытчиком был мужчина, а женщина была дома с детьми, занималась домашним хозяйством, то все было просто. То сейчас они на равных, как минимум, а то и женщина добывает, она добытчик больше становится. И мужчина уже совершенно другую роль начинает играть. И вот эти социальные роли семейные конфликтуют. Современная молодежь вся вышла из таких семей, где эта проблема остро стоит, где муж не знаю какую роль там выполняет. Им его можно вообще не быть. То есть мать-одиночка воспитала. И у нее, например, сын или дочь. Они вырастают, создают свои семьи, но у них нет модели современной семьи, как должна быть современная семья построена. У них только теоретическое свое построение. Как это они в книжках прочитали, еще где-то у кого-то посмотрели, им показалось, что так правильно. они стремятся к неким идеалам, которые умозрительны и недостижимы. Уступить не могут, увидеть свою ошибку не могут, мудрости не хватает, такта не хватает, терпения не хватает. Ну и все, вот и все, и рушится все. Беда. Как православному христианину относиться к тому, что жена содержит семью? Тут какая разница, православный христианин или не православный христианин? Человек, он хозяин своей семьи, он должен содержать свою семью. Если так получилось, что, ну, мало ли, уволили что-то там, какие-то организационные, штатные мероприятия, и он оказался где-то уволенным, без работы, и сразу не смог найти работу в течение месяца, полтора-два месяца. И жена, получается, одержит семью. Но ему нужно просто стремиться к тому, чтобы все-таки найти себе работу. Пусть он хоть меньше будет зарабатывать жены, но хотя бы он все равно должен зарабатывать хоть что-то. Я знаю, что есть такие семьи, в которых роли социальные меняются прямо диаметрально противоположно. То есть, фактически, жена содержит семью в полном смысле слова, а муж-хозяин в доме, как вот жена, на кухне, с детьми. Такое тоже бывает. Но как-то люди адаптируются, выживают и ничего, живут нормально, любят друг друга. Как азиат будет молиться, если он русского языка не знает? Он будет на своем молиться. Вы знаете, мы приняли христианство от греков. Греки русского языка не знают. Представляете, как они с Богом разговаривают? Ума не приложу. Они, наверное, на греческом говорят. А есть еще православные арабы, есть копты православные, эфиопы православные есть. И что? Есть православные японцы, они по-японски молятся. Ну, пожалуйста, они молятся на своих языках. Что по-русски-то? Если есть любовь, какая разница, кто сегодня больше денег принес? Но, видите ли, проблема в том, что психологически для мужчины тяжело, если это месяц в месяц повторяется. Для него чисто психологически тяжело осознавать, что его содержат. Потому что мужская такая сущность, что он должен содержать, он должен забеспокоиться, он должен за все отвечать. Это нормально. Или тяжеловато бывает пережить это все психологически. Это природа, против нее не пойдешь. Конечно, если разово друг друга поддержали, выручили, это не проблема. Но когда это длится полгода, например, то это уже становится проблемой. Когда у меня ребенок маленький болел, а моя зарплата была больше мужа, то в больнице он с ребенком был. Ничего кроме безграничного банка за это я ему предъявить не собрал. Это особый случай, никто не спорит. Общие проблемы семьи решили так, что лучше вам работать, ему с ребенком быть не вопрос. Это бывает патология, когда синдром такой. Человек остался без работы. Сначала он ищет, потом что-то, а потом он превращается в человека, который уже ничего не ищет, деградирует потихонечку. Бывает такое, что муж потом превращается просто в диванного жителя, который вообще ничего не зарабатывает. Просто живет на зарплату жены. Это ненормально. В одной семье жена содержала семью, так как муж не мог иметь новый паспорт и ННН. Муж молитвой спасал жену. Он не мог иметь, а жена имела? Это что? Трудно быть Богом. Что-то припоминаю. Может быть смотрел. Если вы мне напомните сюжет. Может быть. Украина выходит из СНГ и вводит визовый режим для России. Это новость, да? Наверное, в связи с Крымом, опять этот вопрос поднялся. Сейчас мысль у меня просто пришла. В связи с этими событиями мы сейчас с вами оказались в принципиально ином мире. Изменения приблизительно сопоставимы с теми, которые были в 1991 году. Как вот мне кажется. То, что в 1991 году был Советский Союз, а потом все это рухнуло, и мы оказались в СНГ и вообще непонятно где. Вот сейчас такие же перемены происходят. Просто мы этого пока еще не осознаем. Поэтому сейчас много чего будет меняться. Ну все, тему опять закрыли. Если Иисусу делали обрезание, то почему все не делают обрезание? Он пришел исполнить закон и, по сути дела, отменить. Он его исполнил. Мы активно обсуждаем тему брака, взаимоотношений. Женщины хотят быть возмущенными тем, что их мужчины лежат на диване и ничего не делают и находят в себе таких мужчин. Привет из российского Крыма. Ух ты! Здравствуйте! Ну и как там у Вас в Крыму? Как Вы там себя чувствуете? И вообще, как народ воспринимает все это? Неужели это правда, что нам по телевизору говорят, а? Праздник ликования. Ну неужели это правда? Вот я не верю, например. По телевизору показывают, а некоторые говорят, что это вранье. Новое время началось, да. Есть теория, что евреи придумали эти религии, а настоящую скрывают. Они ее так сильно скрывают, что уже сами забыли, где настоящая. Только что сказали, что в Крыму не работают банкоматы в Германии. А что там может работать, действительно? Какие банкоматы там могут работать? Они же гривны выдают. А сейчас там, по идее, российские рубли должны быть. Там вообще не знаю, как сейчас это все будет. Это правда. Неужели правда? Прям даже не верится. Ну не все же, что пока по телеку неправда. Сейчас все тихо, сидят в интернете, все дни и вечера забывают. Я сама такая. Общаются и любят тоже. Все обленились в реальности, никто не хочет. Как с этим быть? Ой, кошмар какой-то. Да, не знаю, как с этим быть. Знаете, я могу посоветовать молодому мужчине, как ему найти женщину. Я могу еще посоветовать хоть что-то сказать. Но женщине посоветовать, как найти себе мужа, я вообще не в состоянии. Поэтому не обессудьте, но я не могу вам ничем помочь. Правду говорит Азазела, да? Поддержка ему так идет. Сваренное пиво руками монаха, живучи скалы где-то. Нет, не пробовал. Это братья и сестры, родные, если жизнь сколько пережила, все равно, слава Богу. Да-да-да, только Украина с нами с этим утверждением может быть наполовину только согласна. Гривны еще лет пять вроде обещали не убирать совсем или чуть меньше. Да что вы, мне кажется, гораздо быстрее будет. Как-то лет пять. У нас, когда нули убирали от рублей, так за год все поменяли. За год все мгновенно поменяли. Так, мне кажется, и гривны мигом выведут из обращения. С какого возраста с ребенком на религиозные темы говорить? С чего начать? С самого маленького, с самого нежного возраста. Воспитание религиозное начинается тогда, когда родители приучают ребенка говорить спасибо за то, что его накормили, за какие-то вещи. То есть, когда они учат благодарить, чтобы ребенок был благодарен родителям за что-то, за вкусно приготовленную кашу, за то, что ему штаны помогли надеть, чтобы он спасибо сказал. Вот это уже начало религиозного воспитания. Потому что вера есть удел душ благодарных. Если вы не научите ребенка благодарить, то вы его никогда не научите никакой религии вообще. Это будет не религиозный человек. Потому что человек религиозный должен быть благодарен Богу. Он должен уметь в своей жизни увидеть что-то хорошее, положительное. За что можно воздать Богу хвалу и благодарность, сказать Боже, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за все милости, которые Ты мне оказал. За той, за этой, за пятой, за десятой. Благодарность – это отличительная черта верующих людей. Если человек неблагодарный, то он и верующим никогда не будет. Он может быть религиозным, может в церковь ходить, но это будет не вера, не знаю что. А это вот с чего начать? И это есть, ну как сказать, такое воспитание, действительно настоящее. Религиозное воспитание. Когда без того, что навязчиво ему говорить про Бога, про что-нибудь, про душу, про что-нибудь. Не надо этого всего. А вот именно учить его благодарить. Помните о том, что сначала душевное, затем духовное. То есть сначала ребенок учится любить маму, любить папу, а потом он уже учится любить Бога. Сначала душевное, потом духовное. Сначала он учится благодарить маму, потом он учится благодарить Бога. В такой последовательности. Очень важно подавать пример христианской жизни, а не разговорами. Это крайне важно. Есть такая английская пословица, я недавно прочитал, нашел в интернете, попался на глаза. Не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас, воспитывайте себя. Вот такая английская пословица. Ну не знаю, так, по крайней мере, сноска была, что это английская пословица. Хорошая пословица. А вообще дети, они очень-очень религиозные сами по себе, просто по факту. На самом деле так. Вот я уже рассказывал сегодня, в детский садик мы пришли, несколько детских садов объехали здесь. Детки сразу – Боженька пришел, Боженька. Они чувствуют особое отношение ко всем этим религиозным вещам. С чего они берут, что Боженька пришел? Они чувствуют благодать очень четко, души их очень четко чувствуют. Детки, они сама непосредственность ощущают. Взрослые не чувствуют, дети чувствуют. Поэтому они сами, у них все это само проснется. Только не задавить, не заглушить. Душа по природе – христианка. Не подавить это все, а создать ей условия, чтобы это все развилось. Прекрасное что-то, красивое. Как Вы считаете, что такое клиническая смерть, почему она обратима? Ну, так и есть, просто клиническая смерть остановилась. Там жизнедеятельность организма, мозг там остановился. Может быть, не совсем остановился, но в стадии находится. И запускает все заново, стартует, все заработало заново. Весь мир собрался, да, да, надо, надо каприз, надо. И чтоб никаких капризов. На горох на всех. Откуда Вы знаете, что есть такое наказание, как встать на горох? Вы когда-нибудь стояли на горохе? Я Вам страшную тайну расскажу. Я стоял на гречке много раз в своем детстве, да. Он на горох стоял, а вот на горох не стоял, честно скажу, на гречке стоял. Так, солдат, все бывало, да? Сразу чувствуется воспитание, правильно. У меня тоже оно было. Гречка, горох какой-то. Вот так вот кнопочка, видите? Люди-то, вот чего, пережить-то довелось. А что? Если родителю поставишь, что скажешь? Ничего не скажешь, встанешь и будешь стоять как миленький. Жесть. Да, да, да. Тапочки под коленем подкладываю. Мама, интересно, почему у нас так ничто нет. А, нет, нет. Мне так не удавалось. Но мне удавалось немножко, когда родители не замечали, гречку из-под колен вытащить. Ну, то есть, приподнять коленочку от этой гречки так раз-раз и стать уже коленочкой просто на пол, а не на гречку. Но все-таки доставалась, конечно, она. Какая гречка? Вот так вот. Так мама-то и добилась, чтобы вырастила меня. Человек из меня сделала. А был я вообще такой сорванец. По мне не видно. Вы никогда бы не подумали, что я такой негодяй был. Так, ну, давайте будем заканчивать нашу трансляцию. Пообщались, поговорили, пошутили, обсудили и политику, и любовь, и что мы еще тут обсуждали, семейные отношения. Друзья мои, вообще-то идет пост. Все готовимся к Пасхе, Христову, празднику. Время особое для молитвы, очень благоприятное время. Так что не упустите момент, посетите Божий храм, принесите покаяние за свои неправды, свои грехи. Было бы очень хорошо и полезно вам приобщиться к Святых Таин Христовых, но, конечно, подготовиться к этому мероприятию, потому что это самое важное в жизни христианина. Желаю вам всем помощи Божьей, здоровья, благополучия, радости духовной, не унывать бодрячком и любви. Все, всем пока! До следующей встречи! Надеюсь, через недельку, если ничего не случится, война какая-нибудь страшная не произойдет, интернет нам не отключат, то мы с вами снова встретимся. Всех благ! Пока!